Продолжение следует... 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 Обучение в гимназии ведется на билингвальной основе. У нас есть классы как с русским, так и с армянским языком обучения. Прием в гимназии осуществляется на основе результатов экзаменов по двум предметам. Это математика и армянский, либо русский язык по выбору. Также нужно сказать, что прием осуществляется в течение всего учебного года. Я думаю, что нам вкратце удалось представить всю деятельность нашего филиала. Более детально вы можете ознакомиться на сайте msu.am. Сейчас я уже предлагаю обратиться к вопросам наших абитурентов. И сейчас я зачитаю первый вопрос, который мы получили. Вопрос таков. Упоминается ли в дипломе о том, что выпускник учился в филиале МГУ в Ереване? По окончании университета все выпускники филиала получают диплом Московского государственного университета имени Ломоносова. В дипломе отсутствует какая-либо запись о филиале. Следующий вопрос мы получили от абитурента из России. Можно ли поступить в филиал МГУ с результатами российского ЕГЭ? При поступлении в филиал результаты ЕГЭ не учитываются. Все абитуренты сдают два экзамена. Это русский язык в виде письменного теста. И второе – это экзамен по профильному предмету. Так, например, прикладная математика и информатика и экономисты сдают математику. Для международных отношений это история России. Юристы сдают общество знания. У журналистов это творческий конкурс, а лингвисты сдают иностранный язык. Все подробности, касающиеся поступления в наш филиал, вы можете найти на нашем сайте msu.am или можете связаться с нами по телефону Viber и WhatsApp по номеру плюс 3-7455-900-110. Мы можем переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос, Ирина. Абитурентов интересуют сроки поступления и они спрашивают, когда пройдут вступительные экзамены в филиале. Вступительные экзамены у нас организованы в два этапа. Основной пройдет с 28 июля по 5 августа, а дополнительные – в последних числах августа. Прием документов мы осуществляем на программы бакалавриата до 26 июля, на программы магистратуры до 2 августа. По всем вопросам приемной кампании вы можете обращаться, найти ответы на нашем сайте msu.am и по телефону WhatsApp Viber плюс 374-55-900-110. Наши члены приемной комиссии ответят на ваши вопросы и будут с вами постоянно на связи. Мы получаем от вас много вопросов по мессендеру и Мартиросян Тигран спрашивает, сколько стоит обучение в филиале. Следует особо заметить, что обучение в филиале дешевле, чем в головном ВУЗе и стоимость обучения в бакалавриате следующая. Прикладная математика и информатика – 1.500.000 драм в год, журналистика и лингвистика – 1.600.000 драм в год, экономика, юриспруденция и международные отношения – 1.800.000 драм в год, стоимость обучения на магистрских программах по всем трем направлениям – 1.800.000 драм в год. В филиале действует программа поощрения студентов, допустим, на основании их успеха в учебе или общественной деятельности, студенческой деятельности, участия в каких-либо мероприятиях. Мы поощряем студентов наших, возможно, стипендиями, почетными грамотами или какими-либо иными поощрениями. В принципе, мы стимулируем наших студентов на лучшую учебу и на более активную деятельность в университете. Спасибо. Ирина, наш абитуриент также интересуется, что делать в случае, если отключат интернет или может возникнуть какие-либо другие факторы, независящие от абитуриента, которые могут помешать. Во избежание таких ситуаций, можно ли прийти в МГУ и написать свою экзаменационную работу в какой-то из аудитории? Ну, исходя из ситуации, конечно же, прийти в филиал невозможно, но в таких случаях мы предполагаем выделить дополнительный день для того, чтобы студенты смогли сдать свой экзамен, который по каким-то техническим причинам они не смогли провести. Мы очень скрупулезно и индивидуально консультируем наших студентов в отношении организации именно дистанционного экзамена. Кроме того, что они получают консультацию по содержанию экзамена, мы еще их готовим к тому, чтобы они смогли в онлайн-режиме подготовиться к дистанционному проведению. Но я бы хотела также отметить, чтобы все-таки заранее все абитуриенты смогли проверить свои все устройства и подготовились к этому дню более тщательно, потому что все-таки каждый такой случай может вызывать у абитуриента некоторое волнение и стресс. Во избежание этого, конечно, лучше же подготовиться заранее. Мы также посоветуем вместе себе смартфоны, исключенные в соцсетях. Все эти вопросы с абитуриентами будут обсуждаться не единожды, потому что я еще раз отмечу, мы очень активно с ними сотрудничаем во время приемной кампании, активно отвечаем на их вопросы, а тем более очень тщательно их готовим к подготовке к экзамену. Спасибо. Мы получаем очень много вопросов по поводу количества бюджетных мест и сколько мест предусмотрено в этом году. Нужно сказать, что ежегодно Министерство образования Республики Армении предоставляет определенное количество бюджетных мест для граждан РА. Краждане Райской Федерации, а также иностранные граждане обучаются в нашем филиале только на контрактной основе. В этом году для бакалаврята предусмотрено 5 бюджетных мест, из которых 2 предусмотрено для направления журналистики, 2 для направления прикладная математика и информатика и одно место для направления лингвистики. Для магистратуры предусмотрено 2 бюджетных места, одно для направления международные отношения, а второе для экономики. Перейдем к нашим следующим вопросам. Очередной вопрос об обучении филиале. Скажите, все ли дисциплины преподают специалисты из МГУ и трудно ли студентам обучаться в вашем ВУЗе? Я смотрю, наши участники достаточно активны. По этому вопросу скажу, что все профильные предметы у нас преподают специалисты из Московского государственного университета. Они приезжают к нам в командировку на небольшой отрезок времени, примерно с 10 до 14 дней. И за этот период студентам необходимо освоить этот предмет. Соответственно, естественно, у них могут возникать какие-то трудности. Преподаватели у нас учебные планы, все материалы, литература и способы организации зачета в экзаменах. Они полностью соответствуют тому, что есть в Московском государственном университете. И мы стараемся сохранять этот уровень и для наших студентов. Что касается обучения, то я думаю, на этот вопрос наша студентка, студентка второго курса в направлении подготовки лингвистика, вам ответит подробнее. Она сможет поделиться своими впечатлениями, насколько трудно или легко обучаться в филиале. И насколько интересно проходит для вас обучение? Думаю, в первую очередь стоит отметить, что вахтовый метод представляет собой полную сконцентрированность и, так скажем, вовлеченность в учебный процесс. Конечно, в начале первого курса это дается намного сложнее, чем в следствии, чем потом. Но спустя некоторое время, можно сказать, студенты могут адаптироваться и, собственно, принять данную систему образования. Что касается заездов, то спустя некоторое время, когда данный вопрос стабилизируется, мы с нетерпением ожидаем преподавателей из Москвы. Это всегда проходит увлекательно и с большим, так скажем, энтузиазмом. А что касается определенных проблем и вопросов, то с самого начала многие студенты, которые старшие, всегда могут поддержать, помочь и подсказать в данных аспектах. И многие представители администрации, кураторы также поддерживают, и все проходит достаточно хорошо. Спасибо вам большое за ответ. Сейчас я засту ответ, который мы заранее получили на адрес нашей электронной почты. Вопрос таков. Есть ли возможность перевода филиала МГУ из другого вуза? Да, такая возможность у нас есть. Перевод филиала возможен из всех государственных вузов на втором и третьем курсе бакалавриата. Перевод осуществляется по результатам аттестационных испытаний. Прием документов для перевода филиал производится в июне-июле каждого года. Опять же, все подробности вы можете узнать на нашем сайте msu.am. От тебя я бы также хотела добавить, что в течение последних лет большое количество студентов из МГУ перевелось к нам в филиал, перевелись на те же курсы и обучаются у тех же московских преподавателей. Мы получаем также большое количество вопросов по воинской обязанности студентов. И абитуриенты интересуются, имеется ли для студентов филиала какая-либо отсрочка от обязательной военной службы. Здесь я скажу, что для студентов Российской Федерации, согласно законодательству страны, существует отсрочка от армии за весь период обучения. Для граждан Армении отсрочки не существует, потому что, согласно законодательству Армении, все лица у нас военной обязанности, вне зависимости от того, они являются студентами или нет. То есть они вынуждены будут проходить военную службу. Зачитываю вам следующий вопрос. Можете сказать, в 2020 году учеба будет только в онлайн-режиме или нет? Уважаемые абитуриенты, к сожалению, в данный момент мы не можем дать определенный ответ на этот вопрос. Все вместе будем следить за ситуацией в стране. Но если даже ситуация сложится в том, что мы не можем проводить все занятия онлайн, мы хотим удостоверить вас, что филиал МГУ готов осуществлять этот процесс на самом высоком уровне. И будьте уверены, что качество учебного процесса от этого не пострадает. Следующий вопрос мы получили от абитуриента, который спрашивает про тест по обществознанию. Сколько вопросов будет в тесте? Сколько времени нам дадут? И будет ли один правильный ответ или их будет несколько? Скорее всего, это не тест, а это задание, состоящее из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый самостоятельный ответ. Выделяется два часа времени. Естественно, нет готовых ответов, которые вы можете выбрать. Вам нужно самому дать ответ на этот вопрос. Именно в таком режиме, такого формата у нас задание к экзаменам. Спасибо. Ануш, мы получили также вопрос к вам. Абитуриенты интересуются, как проходит студенческая жизнь в филиале? Что касается студенческой жизни, наш филиал поддерживает определенные традиции, присущие главному вузу. Собственно, активно действует студенческий совет с 2015 года. И благодаря, так скажем, вложениям, вкладу нашего председателя и определенных участников студенческого совета проходят значительные антивекторные игры, так, например, что, где, когда. Студенческий совет ведет активную деятельность также за пределами нашего университета. Проводятся различные олимпиады, определенные стартапы, и мы сделаем, так скажем, отличную студенческую жизнь благодаря совету. Дорогие абитуриенты и родители, спасибо большое, что вы присылаете нам вопросы. Я надеюсь, что мы смогли в полной мере ответить на ваши вопросы. Также все остальные ваши вопросы вы можете продолжать посылать нам на почту infosobachka.msu.em и можете связываться с нами по телефону Viber и WhatsApp, плюс 374-55-900-110. Я вижу, что у нас есть еще один вопрос касательно поступления по результатам своих достижений. Вот студент интересуется, у него есть золотая медаль, он оканчивал в России. Они интересуются, есть ли какие-то льготы для этого, и может ли он участвовать в олимпиадах, и что это ему даст. Мы уже отмечали, что мы очень внимательно относимся к достижениям наших студентов и всячески поощряем, но для поступления в филиал ваши достижения непосредственно именно в золотой медали олимпиады, они не дадут вам дополнительных результатов, потому что филиал создает разные условия для всех поступающих, а к нам поступают из разных стран, но только из Российской Федерации, из многих стран СНГ, естественно, из Армении, поэтому, чтобы обеспечить студентам равные права, мы не выделяем какие-то льготы другим. Но поскольку, в принципе, поступить к нам не очень сложно, если иметь соответствующие знания, то вы можете это спокойно сделать, не переживая за то, что вам не зачтется какое-то ваше достижение. Мы также получили еще один вопрос. Будет ли у вас тест по русскому языку в этом году? И в тестах на каждый вопрос будет один правильный ответ или будет несколько? Тест по русскому языку, он несколько иного характера. Там нет, опять-таки, нет ответов, которые нужно выбирать. Образец теста по русскому языку у нас есть на нашем сайте, вы можете с ним ознакомиться. Выделяется на задание один час в течение экзамена, и вам нужно в течение этого одного часа просто запомнить этот текст. И еще раз, образец вы можете найти на нашем сайте, на страницах цифровой компании. Мы также продолжаем получать от вас вопросы. Следующий вопрос. Есть ли у вас онлайн-курсы подготовки для поступающих? Как я уже сказала, у нас в филиале действует подготовительное отделение для занятий с поступающими, старшеклассниками, абитуриентами. Занятия у нас проводятся два раза в неделю по каждому выбранному предмету. По всем шести направлениям абитуриенты могут выбрать свой предмет интересующий, записаться к нам в августе, в сентябре, подавать свои заявки. Занятия начинаются в октябре, с первого октября и продолжаются до конца июня. В неделю по два раза проводятся занятия, по полтора часа. И абитуриенты в полном объеме осваивают всю программу подготовки для сдачи экзамена в филиал. Следующий вопрос. Есть ли у вас бюджетные места для направления экономика? Как мы уже сказали, Министерство образования предоставляет определенное количество бюджетных мест для граждан Республики Армении. Граждане Российской Федерации и все иностранные граждане у нас обучаются на контрактной основе. В этом году для бакалавриата по направлению экономики у нас нет бюджетных мест. У нас есть одно бюджетное место для направления подготовки экономики по программе магистратуры. Секундочку, у нас проблемы с связью. Ага, еще получили вопрос в мессендере. Абитуриентов интересуется, сколько для АЦФР? Ну, смотрите, экзамены в основном в этом году в связи с ситуацией, с тем, что все организовано в онлайн-режиме на удалении, на экзамены выделяется два часа, на экзамен по русскому языку выделяется один академический час. Студенты в соцсетях, клиенты могут опять-таки свои вопросы задавать и в приемную кампанию, если их интересуют какие-то подробности, мы более подробно сможем объяснить. Спасибо. Я смотрю, у нас активность достаточно высокая. Да, 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 у нас вопросов много. Секундочку, мы получаем много вопросов у вас. При отчислении за комиссионной пересдачей, можно ли повторно подать документы? Принимаются ли документы? Ну, если у нас студент отчислен по неуспеваемости, соответственно, ему не удалось сдать экзамен, соответственно, после отчисления любой студент может восстановиться в филиал, подать свои документы уже на восстановление, и в этом случае приемная комиссия будет рассматривать дела в разрезе именно восстановления на тот или иной курс. Естественно, мы всем даем эту возможность, принимая во внимание, допустим, какие-то сложности, если возникают у студентов в связи с обучением. Хорошо, спасибо. Я бы также хотела, чтобы мы пару слов сказали об наших первых дистанционных экзаменах, которые мы провели на платформе «Университет без границ». Я вам представлю коротко, как проходят у нас онлайн-экзамены. Специально Московский государственный университет подготовил специальную платформу «Университет без границ», где абитуриентов, подавших документов, регистрируют и создают им специальный личный кабинет, где они могут уже заранее ознакомиться с способом работы с этим аккаунтом. Мы проводим, я уже отмечала в течение эфира, что мы проводим подробную консультацию, как студентам заходить на эту платформу, как им регистрироваться, как им общаться, как подключаться. Соответственно, все это очень отлажено и работает достаточно уверенно и хорошо. Абитуриенты, у них не возникает в основном таких проблем, потому что весь этот ресурс предусмотрен для большого количества абитуриентов, которые одновременно будут сдавать экзамен в онлайн-режиме. И достаточно комфортные условия созданы для абитуриентов с тем, чтобы соблюдать все правила проведения экзамена, но и в то же время не ущемлять их права и возможности. Следующий вопрос от студентов Азарян и Азарян. Если студент не из Армении, и впервые изучает историю Армении и армянской трудности, не создаёт ли это трудность? Извиняюсь, от Азарян и Азарян. Я думаю, этот вопрос может быть в том, что вы хотите ответить. Я сама из России, и для меня было всё в новинку «История Армении» и армянский язык. Но несмотря на это, преподаватели учитывают, что данные дисциплины нам не слость, которые мы проходили на первый раз, и дают, скажем, определенные поблажки. Что касается истории Армении, вы будете проходить её с нуля, и никаких проблем, затруднений не будет при этом. Спасибо. У нас, опять же, повторился вопрос по поводу льгот. Здесь сложно, и мы можем ещё раз повторить. Многих абитурентов интересуют, есть ли какие-либо льготы и стипендии уже для студентов филиала? Повторюсь, для студентов филиала мы стараемся, опять-таки, создавать все условия, чтобы они могли обучаться на высоком уровне, и учитывать их достижения. На основании их результатов системы и годовых мы устанавливаем для них стипендию или какие-либо иные поощрительные формы, которые будут их стимулировать на лучшую учёбу и на большую активность в студенческой жизни, общественной жизни филиала. Потому что студентов уже после того, как они поступят, будут всё равно наместить ещё больше, чем они будут знать об этом заранее. Наши абитуренты также интересуются, какой библиотечный фонд у нас в филиале? Хороший очень вопрос. Здесь очень много времени у нас займётся, чтобы перечислять весь тот фонд, который филиал может использовать, потому что у нас есть возможность использовать библиотечные фонды МГУ, и все те библиотечные фонды, которые использует сам Московский государственный университет, разных научно-исследовательских институтов и разных библиотек, которые, допустим, сотрудничают именно с Московским государственным университетом, у нас тоже есть доступ ко всем этим ресурсам у наших студентов. Они могут обращаться в нашу библиотеку и получать любую литературу по их предмету, по их специальности. Всё это у нас укладывается также на сайте. О новинках они могут узнавать в библиотеке, и наша библиотека тоже очень активно оповещает студентов, студентов о всех новинках, которые поступают. Также у нас московские преподаватели тоже очень активно проявляют содействие в том, чтобы библиотечный фонд пополнялся, и филиалы дают очень большое внимание этому вопросу. Спасибо большое. Мы продолжаем получать от вас вопросы. Спасибо вам большое за активность. Следующий вопрос. Есть ли у вас практика в филиале, и если так, как она организована? Практика, естественно, есть. У нас практика предусмотрена учебными планами и образовательными программами. Она есть как на бакалабриате, так и на магистратуре. Скажу, что этому вопросу тоже уделено очень много времени, и филиал сотрудничает с очень большим количеством организаций, как международных, так и армянских. По всем направлениям, шести направлениям, которые действуют в филиале, есть организации, которые нам содействуют с практикой студентов. И более чем 40, около 50 организаций сотрудничают сейчас с филиалом, и наши студенты посещают практику именно на их базе. Это международные организации, это финансовые организации, это министерства, это государственные структуры, мы муниципальные организации, которые предоставляют свои ресурсы и свои знания нашим студентам, с удовольствием делятся с ними. И мы пополняем с каждым годом, можно сказать, с каждым днем, пополняем список этих организаций для того, чтобы обеспечить наших студентов более разнообразными программами и возможностями применения своих знаний теоретических. Так что я думаю, что с этим вопросом тоже у студентов не будет никаких проблем. Спасибо. Мы получили вопрос о языках. Какие языки изучают наши студенты? И, Ануш, я предлагаю вам ответить на этот вопрос. А Ирина, вы уже продолжите. Касаемо меня, я учусь на направлении лингвистика. Мы изучаем русский язык, на первом курсе армянский язык и, безусловно, английский язык. Хотелось бы добавить, что была выдвинута идея, так скажем, нашим студенческим советом открыть факультатив испанского языка, но в связи с обстоятельствами, сложившимися в стране, в мире, этот вопрос затянулся. Но я думаю, что в будущем он не останется, так скажем, закрытым, и мы воплотим нашу идею в реальность. Я могу лишь добавить от лица администрации, что да, именно этому вопросу изучению языков тоже уделяется большое внимание с тем, чтобы наши студенты могли интегрироваться в любое общество, в любую языковую структуру, чтобы они могли себя спокойно чувствовать и общаться с другими представителями разных сообществ, соответственно, им для этого нужны языки, и мы очень часто прибегаем, как уже сказала наша студентка, прибегаем к организации факультативных занятий для тех студентов, которым не предусмотрено по программе, допустим, изучения дополнительных языков. Я бы хотела добавить, что у международного отношения также изучают французский язык, и недавно у нас также открылся кабинет китайского языка. Мы продолжаем получать вопросы, и следующий вопрос. Как московские преподаватели совмещают работу в филиале у себя в Москве и в МГУ? Успевают ли они? Ну, успевают. Пока образовательный процесс был организован в очной форме, то есть на местах, наши преподаватели приезжали к нам, и, соответственно, этот отрезок времени они уделяли филиалу. После того, как филиал вынужденно перешел на дистанционное обучение, наши преподаватели также уделили свое время нашим студентам, и совмещали это со своими занятиями в Московском государственном университете, ни в коей мере не ущемляя наших студентов в своем праве обучаться именно по этой программе, по программам филиала Московского государственного университета. Спасибо большое. Также многие абитуриенты, я вижу, нам пишут и интересуются, когда будет проходить дополнительный набор и будет ли он вообще. Дополнительный набор у нас предусмотрен. Обычно он бывает в последних числах августа, начиная где-то с 25 августа, и мы принимаем заявки и сейчас с отметкой, что студент будет подавать в августе, сдавать экзамен, и в августе тоже принимаем документы. То есть у нас приемная кампания, она продолжается до конца августа по всем направлениям. Спасибо. Вопрос от абитуриента. Что нужно сделать, чтобы претендовать на бюджетные места? Ну, прежде всего я скажу, что бюджетные места у нас рассчитаны только для граждан Армении. Если абитуриент является гражданином Армении, то он может претендовать на бюджетное место. И в данном случае ему необходимо, конечно, набрать наивысшее количество баллов для того, чтобы в конкурсе пройти именно на бюджетное место. Следующий вопрос. Хотя мы уже говорили на эту тему, я думаю, можно повториться. Упоминается ли в дипломе о том, что студент закончил филиал Московского государственного университета? Нет, в дипломе не упоминается. Мы выдаем диплом Московского государственного университета, и в нем не указывается о том, что студент закончил филиал в городе Ереване. Он имеет ту же силу и ту же значимость, что и диплом Московского государственного университета. То есть у нас в дипломе нет никакой заметки о филиале? Нет, заметок нет. У нас наш образец диплома есть у нас на сайте. Есть у нас в УЕ. Когда будут открыты уже посещения, можно прийти, посетить наш филиал, посмотреть, ознакомиться с ним. Также на сайте нашего филиала есть образец диплома. Спасибо. Арпенео Вакимян интересуется. Скажите, пожалуйста, как будет проходить экзамен по экономике в магистратуре и в каком формате? Экзамен по экономике в магистратуре будет проходить в письменной форме. У нас программа уже выложена, программа поступления выложена на нашем сайте. Это такой междисциплинарный экзамен по экономической теории, куда входят три дисциплины – макроэкономика, микроэкономика и эконометрика. Соответственно, экзамен будет письменный, это не тестовая форма. Большей частью уделено время, то есть задачам. Это задачи в форме заданий, которые нужно выполнить. Абитуриент спрашивает, сколько длятся экзамены, вступительные экзамены? Вступительные экзамены у нас уже, я говорила об этом, что в этом году вступительные экзамены несколько укорочены в связи с тем, что все организовано в онлайн-режиме. Для всех экзаменов выделено два часа, для русского языка выделен один академический час. Спасибо. Абитуриент Инга Алексанян спрашивает, возможно ли такое, что начнем учиться только зимой, потому что границы закрыты? Ну, конечно, сейчас очень сложно сказать, как у нас будет обстановка, начиная с сентября. Мы не исключаем этой возможности, и все, конечно, зависит от решения правительства или министерства. Но я могу уверить абитуриентов, студентов в том, что если даже мы будем вынуждены организовать онлайн-обучение дистанционное, от этого качества не пострадает, потому что весь учебный процесс будет сохраняться в том режиме, который предусмотрен учебными планами. Наши преподаватели, преподаватели Московского государственного университета будут также продолжать преподавать все дисциплины и профильные предметы. Поэтому, думаю, что будем надеяться, конечно, на лучшее, что все абитуриенты смогут 1 сентября войти, так сказать, в стены нашего филиала. Но, тем не менее, еще раз скажу, что бояться этого не стоит, потому что на высоком уровне все будет организовано и в онлайн-режиме. Спасибо. Следующий вопрос. Если абитуриент является гражданин Республики Армении, но учился в РФ, может ли он претендовать на бюджетные места? Да, потому что, как уже было ранее сказано, Министерство образования предоставляет бюджетные места для граждан Республики Армении, граждане Российской Федерации и все иностранные граждане обучаются в нашем филиале на контрактной основе. Если вы являетесь гражданином Армении, но обучаетесь в Российской Федерации, это вам не помешает участвовать в конкурсе на бюджетное место. Хочу вам напомнить, что вы можете всю детальную информацию найти на нашем сайте msu.am, также вы можете связываться с нами по номеру WhatsApp и Viber. Мы также имеем электронную почту info.sobachka.msu.am. Можете посылать все интересующие ваши вопросы. Одну секундочку, я проверю, есть ли у нас еще вопросы от вас. Ну, я считаю, что мы сумели в полной мере ответить на все интересующие вас вопросы. И, дорогие абитуренты и родители, наша онлайн-конференция подходит потихоньку к концу. Спасибо всем большое за участие. Я передаю слово Ирине. Спасибо еще раз, наши дорогие абитуренты, за ваши вопросы, за вашу активность, за ваш проявленный интерес к филиалу, к Московскому государственному университету. Я уверена, что если у вас есть желание учиться, вы сможете поступить в университет, и мы обеспечим вам, естественно, надлежащее качество обучения, и сделаем все, чтобы вы стали хорошими специалистами и нашли свою стезю в этой жизни. Пишите нам, звоните нам, мы рады вас слышать, мы рады вас видеть, мы рады отвечать на ваши вопросы. Добро пожаловать в филиал в городе Ереване Московского государственного университета. Спасибо вам большое. Всех ждем в нашем филиале. До свидания. Спасибо. Спасибо.